Палаты Аверкия Кириллова Палаты Аверкия Кириллова сохранились почти полностью, что очень редкое явление для Москвы. Мало того, это именно жилые палаты, коих по Москве тоже не очень много. Парадный фасад с изящным мезонином и красивыми валютами по сторонам. Крыльцо со входом с резными кронштейнами, а также наличники окон второго этажа. Это уже более поздние постройки. Исследователи нашли на месте современного строения постройку 15-16 века с белокаменным дворцом. Кириллов же производил перестройку дома в 1657 году, о чем свидетельствует вот этот медальон, написа сей святый и животворящий крест в лето 7165-1657, того же лета и палата сия построена. Аверки Кириллов был богатый думский диакон. Вот что пишет в своих воспоминаниях один иностранный путешественник. Я посетил Аверкия Степановича Кириллова, первого гостя, который считается одним из самых богатых купцов. Он живет в прекраснейшем здании. Это большая и красивая каменная палата, верх из дерева. Во дворе у него собственная церковь и колокольня, богато убранные. Красивый двор и сад. Обстановка внутри дома не хуже. В окнах немецкие разрисованные стекла. Короче, у него все, что нужно для богатого обставленного дома. Прекрасные стулья и столы, картины, ковры, шкафы, серебряные изделия и так далее. Он угостил он на раз различными напитками, а также огурцами, дынями, тыквами. Во время восстания стрельцов богатого диака-купца убили вместе со многими боярами. После Аверкия усадьбу унаследовал его сын Яков. Богатство Кирилловых было настолько велико, что на их средства была достроена огромная крепостная ограда Донского монастыря. И не только это. Субтитры создавал DimaTorzok Рядом с палатами находится церковь Святого Николая Чудотворца, которая образует с палатами прекрасный инсанкт. Когда она тут возникла, точно неизвестно. Впервые упоминания о ней встречаются в окладной книге 1624 года. Каменное здание на месте деревянного было построено, возможно, в 1656-57 году. Эта нарядная церковь увенчана горкой кокошников и пятью главами на высоких барабанах, обитых неким подобием перевязанных шнуров. Самым представительным является северный фасад, выходящий к реке. Он украшен изразцами с изображением двухглавых орлов. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ